Не получилось что-то за день. Спать не могу лечь, пока не исправлю то, что не получилось. И когда исправлю, вот я даже не могу сказать, что исправил, но я наметил путь к исправлению. И все, я уже спокойно иду, ложусь спать, зная, что завтра я это дело оформлю. И какое-то чувство такого глубокого удовлетворения посещает. И радость от жизни. Когда я решил стать художником, вот этого я не могу сказать, потому что на самом деле тут разные воспоминания у моей мамы и у меня, но тем не менее где-то в четвертом классе уже отчетливо помню, что моя мама решила, что я хочу быть художником. Или мне надо быть художником, я не знаю, как это. А я помню, что мы жили в воинской части, такой малюсенькой совсем. И я помню, что я летом залепил весь двор, заставил этими глиняными горшками какими-то, тарелками. И я накопал глины, вот, и лепил и сушил на солнце это дело. Вот это были мои первые скульптуры горшочные. Произошел совершенно невероятный, фантастический, я бы сказал, случай, который вообще-то, в принципе, изменил мою судьбу, наверное, или направил ее судьбу, потому что менять еще было нечего, скажем так. Мамы офицеров, ну, наши родители, организовали нас, детишек, повезти в Третьяковскую галерею. Ну, естественно, выходной день, когда еще можно. Мы поехали, и очередь была. Это уже была весна, наверное, потому что было тепло, я помню. И мы стоим в очереди, и напротив Третьяковки я вижу надпись «Московская средняя художественная школа». Вот. И мы приехали домой. Мама моя не ездила с нами, другие чьи-то мамы ездили. Я приехал домой и говорю, «Мама, я нашел, где я хочу учиться». Вот наглость, да? Я же не знал, что это одна из лучших, но если не лучшая школа в Советском Союзе. Вот. Мама говорит, ну, поехали. Я, естественно, привез там свои картины какие-то, скульптур целую кучу. Вот я отчетливо помню, что показали живописцам мои картины, ну, как я их называл. Вот. И он посмотрел и говорит, «А вы не хотите попробовать на скульптуру?» Вот. И мы пошли на скульптуру. Благо, что у меня и скульптур было много тоже. Ну, такие детские скульптурки из разноцветного пластилина, там какие-то рыцари какие-то, римляне, я сейчас помню. Вот. Это самое, баталии какие-то. Вот. Ну, и, в общем, преподавательница посмотрела. Я очень хорошо помню эту учительницу. Она была первым учителем моим по скульптуре Лидия Арсентьевна Богачева. И она сказала, «А у нас сейчас идет консультация, пусть он идет в класс и присоединяется к детям». Я зашел в первый раз в профессиональный скульптурный класс. Это было что-то вообще невероятное. Запах глины, вот этот, который теперь всю жизнь меня преследует. Такой родной запах глины, скажем так. Я его узнал, хотя еще ни разу не нюхал, скажем так. Мне так понравилось это дело. И я не знаю, что там случилось, почему я поступил, но я поступил. Ну, я, правда, вот эти там четыре или пять консультаций до экзаменов я ходил, и, конечно, я просто вспоминаю, так картинка стоит в голове, что я просто радикально изменил свое отношение к скульптуре, скажем так. Потому что я же увидел, что там делают, и я начал так же, скажем. Ну, в общем, вот так вот повезло мне, скажем, поступила я в художественную школу. Это было просто невероятное какое-то стечение обстоятельств, везение, и вот семь лет счастья, скажем так. С тех пор, как бы, эта любовь к искусству не угасает, слава Богу. Вот. Я начал делать работы на христианскую тему еще, ну, не в институте. В институте я, скажем так, этим интересовался, а вот после института я несколько работ сделал. Размышления на евангельские темы. Вот. Потому что, ну, это, собственно говоря, мое размышление о жизни, выраженное в такой трудоемкой форме. Нас учили историю искусства, мы изучали все картинки, скульптурки и, ну, и сюжеты там, благовещения, там, сретения и так далее. Что это такое? Вопрос возникает. Начал... А в учебниках по истории искусства это не написано. Там написано икона средняя, икона там, богоявления, сошествие в ад и все. И не объясняется, что это такое. Просто констатирует, что вот называется так и так. Начал, скажем так, интересоваться, что же такое, что же за сюжеты. Вот. Взял Евангелие в руки, начал читать. Интересная книжка оказалась. Вот просто сначала это я ее прочитал как историческую книжку, скажем так. Вот. И очень интересно. Во-первых, стало много чего понятно просто, о чем речь идет в этих картинах и фресках там и прочее. Вот. А потом уже как-то, скажем так, начала появляться какая-то, ну, размышление, скажем так, на эту тему. Все же не просто так. В конце концов, все мы вернулись к Богу. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Ну, вот. Теперь я, скажем так, эти работы делаю как верующий человек. Не просто как исторически интересные, там, скажем. Вот. А как верующий человек. У меня есть цикл каменных работ, многофигурных, на евангельские сюжеты. Вот эта серия мне очень дорога. И как бы с большой любовью я к ней отношусь. Не потому, что я вижу, что здесь все получилось. Нет. Я даже мог бы много чего там переделать и доделать. Меня останавливают друзья мои. Говорят, не трогай, не надо. Сделай другую работу. А так можно бесконечно одну и ту же работу доводить до совершенства и, в конце концов, в пыль растворить ее. Вот. Но эта серия мне как-то очень дорога, потому что, вот, мне кажется, что я очень долго над каждой скульптурой работаю, потому что там много фигур, и она очень детально проработана. Там и глаза, и всякие пальчики сделаны. То есть, детализированные такие вещи. Вот. И мне кажется, что вот мое длительное общение с этой скульптурой наполнило ее каким-то содержанием, смыслом, который, возможно, сможет рассмотреть и зритель. По большому счету, художник работает для людей. А люди не все такие умные, как это самое, как можно себе представить, как Ницше там или какие-то другие там, я не знаю. Это от высоколоба искусствоведа. Читаемый должен быть смысл произведения искусства. Может быть, их несколько смыслов. Я не возражаю. Но и они должны быть читаемые. Пусть, да, вот, понимаете, есть произведения искусства, которые интересны и для неискушенного зрителя. Они просто смотрят на нее, как на красивую картинку. И этого достаточно. Хорошо. Но есть искушенные, которые находят там другие смыслы. Я согласен. Но они должны быть читаемые. Иногда, скажем так, когда я смотрю, например, где-нибудь в музее древнего Египта или древней Греции, или даже Ренессанса, или романское какое-нибудь искусство, смотришь, и плакать хочется от бессилья собственного, потому что я так не смогу никогда сделать. И вот это, иногда даже думаешь, зачем я вообще все делаю, потому что я лучше не сделаю, а какой смысл тогда что-то делать. Ну, потом это проходит, вроде возвращаешься, успокаиваешься, начинаешь опять работать. Но икону для нас это вещь культовая, скажем так, да? Но все равно мы смотрим, как она написана. Но есть отдельные произведения искусства, культовые произведения, когда не возникает вот таких вопросов. Вот ты просто смотришь, и ты улетел куда-то. Ну, например, вот Богородица Владимирская, мы все знаем эту икону, но очень много списков с нее. Но, однако, когда мы приходим к настоящей, Фретьяковка туда, теперь она в церкви находится, что-то невероятное происходит. Вот это ощущение вибрации, так сказать, и мурашки по телу, так сказать, присутствует. А когда ты смотришь на хороший даже список, то часто этого не происходит. Я думаю, думаю, что намоленность здесь тоже играет значение, потому что я как художник, безусловно, к сожалению, вынужден, это все срабатывает автоматически, я оцениваю произведение искусства, как оно сделано, с точки зрения чисто таких профессиональных моментов. И когда ты смотришь на многие вещи, скажем так, средневековые, например, там часто возникает такой момент, что просто даже некоторые вещи неумело сделаны, но они сделаны так искренне, и так, возможно, намолены за эти годы, что трепет перед ними возникает. Хотя чисто технически, смотришь, сделано просто, и понятно, абсолютно понятно, как сделано. Но почему от них исходит вот эта вот энергетика, выражаясь уже таким забитой фразой, вот это непонятно, но, наверное, это вот метафизика та самая. Мне кажется, что вот это одна из самых интересных тем не для изображения, а именно для размышления, а вот размышляя, оно и рождается так, понимаете? Я же себя в этом всем, я себя туда пытаюсь окунуть, поэтому сейчас я фиксирую, вот моменты, или записываю себе просто, если у меня нечего под рукой, нет, просто написать, или зарисовываю быстренько мысль, а вот дальше идет придумывание, вот вспышка как бы идея, а дальше ее же надо разработать, вот надо же все придумать, как сделано, как сделать, скомпоновать, вообще насытить это, скажем так, ну, вот вспышка – это такой большой смысл, а потом же по деталям надо все разработать, вот, ну, грубо говоря, придумать мелодию, а потом написать к симфонию на эту мелодию, вот, можно так, наверное, сказать, хотя я в музыке плетень полный, вот, ну, как вы знаете, Пушкин, он же великий поэт, очень, такой, одухотворенный, вот настоящий поэт, вот просто, знаете, воплощение поэта, все время у него там этот пегас рядом с ним скачет, но на черновики его, посмотрите, они все исчирканы, вот, все исчирканы, потому что, одно дело, вот, родилась мысль сразу, а другое дело, довести ее до совершенства, просто надо делать то, что нравится, и то, что хочется, и тогда, наверное, будет результат какой-то гармоничный, вообще гармония, вот к чему надо стремиться, художник это, безусловно, состояние души, а скульптор это профессия, потому что, понимаете, как вот я говорил о том, что мысль рождается мгновенно, а дальше ты берешь киянку, надеваешь на себя пыльную робу, респиратор, маску, и начинаешь тяжелыми ударами крушить камень. Субтитры создавал DimaTorzok